Всем привет! На связи проект Mabu. Mabu это проект по разработке мобильных приложений. Этим видео я открываю линейку на своем канале, линейку подкастов, которых буду рассматривать и раскрывать, обсуждать именно те вопросы, которые вы мне задаете в комментариях или которые стоят довольно-таки остро. Формат подкаста очень удобен и поэтому я посмотрю как он будет заходить. В общем-то я открываю подкасты на своем канале. И недавно мне задали вопрос для меня, допустим, для любого специалиста, который разрабатывал или разрабатывает мобильные приложения. Он очевиден и он довольно-таки смешон, да, ну мне кстати он немножко даже и повеселил. Ну и сразу видно, что человек без обид, конечно, задающий и не занимался профессиональной разработкой мобильных приложений. И мне как человеку, который не только как занимался и занимается мобильной разработкой, но и тот человек, ну мне такому, мне как человеку, который занимался еще и веб-разработкой. И этот вопрос, в принципе, он для меня належит на поверхности и он как бы не вызывает вообще никаких для меня причин для рассуждений. Но я вижу, что он новичков, он всплывает все время раз за разом, каждый раз. И, ну, пора, наверное, поставить все на свои места и рассказать об этом. В общем, вопрос заключается в следующем, что мне спросили, вытеснит ли веб-разработка, мобильную разработку с рынка, так как интернет все более развивается и в дальнейшем станет еще более доступным. Давайте обсудим, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности, то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, во-первых, касаясь этого вопроса, если исходить, что что-то вытеснит другое, ну давайте начнем с того, что мобильная разработка появилась намного позже веб-разработки. И если даже брать в рассмотрение, что они занимаются одними и тем же, то есть предназначены для одного и того же и конкурируют друг с другом, тогда, исходя из логики, можно было сказать, что мобильная разработка заменит веб-разработку. Но дело в том, что мобильная разработка и веб-разработка это совершенно разные отрасли, которые предназначены совершенно для разного. Да, у новичков может возникнуть вопрос, потому что я это вижу большими-большими пачками, просто примеры. Когда человек думает, что вот он изучил мобильную разработку и создаст, и предлагает, приходит к малому бизнесу, говорит, вот у вас есть сайт, давайте я вам сделаю мобильное приложение и создает копию сайта, но в формате мобильного приложения, а это не работает. И потом этот человек удивляется, почему у меня не покупают мобильное приложение. Да потому что такие мобильные приложения никому не нужны. Я хочу, чтобы раз и навсегда запомнили, что сайт предназначен, скажем так, в широкой своей массе, сайт предназначен для привлечения трафика, для привлечения клиента и рассказать про себя. То есть сайт это информационный ресурс. Мобильное приложение это сервис, который позволяет что-то сделать. Не надо делать мобильное приложение информативным, его нужно делать таким, чтобы он что-то мог сделать. Например, есть пекарня, которая говорит о том, что сайт рассказывает о том, что у пекарни есть такая продукция. И да, на сайте можно заказать эту продукцию. У пекарни есть свое мобильное приложение, которое не говорит, вот мы пекарня, вот у нас есть такое. Как человек может получить мобильное приложение пекарни? Мобильное приложение этой пекарни может получить человек только в том случае, если он уже является клиентом пекарни, ему предложили установить мобильное приложение. А как мотивировать его предложение скачать себе мобильное приложение? Но наверняка ему предложили какую-то акцию, какую-то скидку, он скачал мобильное приложение, а затем вступает в современный маркетинг, который позволяет работать с клиентом более профессионально, через мобильное приложение более профессионально, лишь это было бы через сайт. То есть у него, ему не нужно думать, зайти нужно на сайт и заказать там, нет, у него, в его смартфоне уже есть это пекарня, то есть пекарня находится на кончиках пальцев каждого из своего клиентов и является частью его смартфона, и тем самым пекарня находится ближе намного к своему клиенту и дает профессиональные преимущества, да, может его вовлекать в свои акции путем уведомлений, очень много различных инструментов есть, тут нужно по отдельности смотреть на каждый бизнес, то есть мобильное, я скажу так, сайты это нечто примитивное, которое нужно всем, но вещь, которая обесценилась совершенно, но по-прежнему нужно всем, мобильное приложение это, еще скажу сайт, это нечто уже прошлое, мобильное приложение это нечто настоящее и наше будущее, потому что он позволяет мобильное приложение по-другому психологически воздействовать на своих клиентов, является более продвинутым инструментом, исходя из того, что рассуждать, что развивается интернет, становится более доступным, ну мне сомнительно, где еще интернет не доступен, кроме того, я очень часто слышу такой аргумент, что смысл мобильного приложения, если сайт есть в каждом смартфоне, ну давайте так, сайт доступен в каждом смартфоне через браузер, сайт написанный на даже верстка сайта, брать, HTML, CSS, JavaScript и допустим движок для PHP, для той же системы Android или той же системы Apple, эти технологии чуждые, они непонятны, у них есть свои технологии, поэтому мобильное приложение, как бы сайт не адаптирован был хорошо под смартфон, мобильное приложение всегда будет выглядеть лучше на смартфоне, нежели это возможно сделать с помощью сайта, хотя есть адаптивная верстка, но все равно мобильное приложение это более продвинутый инструмент, и так как это более продвинутый инструмент, изучить мобильную разработку немного сложнее, чем изучить разработку сайта, поэтому тут нужно больше сил потратить на это, поэтому мы должны, рассуждая об этой проблеме, мы должны исходить, во-первых, из того, что сайт и мобильное приложение предназначены совершенно для другого, если брать транспорт, представьте, что сайт, допустим, это какая-нибудь карета, да, из ревности, которая забряжена лошадьми, а мобильное приложение это современные автомобили, вот примерно так можно сравнивать, потому что сайт это нечто примитивное, ну, несмотря на свою примитивность, а этот сайт нужен всем, потому что с помощью сайта можно классно предоставлять информацию о себе, и можно классно привлекать трафик, да, допустим, потому что, ну, представьте, вам нужно рассказать о себе, я спрашиваю, и вам нужно человеку рассказать там о своей компании, вы не будете, вы скажете ему, скачивай, скачивай мобильное приложение, и узнаешь про меня, никто не будет скачивать, потому что вдруг вы не тот человек, с которым он хочет работать, и ему не нужно вот это еще скачивать мобильное приложение, делать какие-то непонятные движения, и поэтому мобильное приложение не является информационным ресурсом, но вот если он через сайт вас нашел и познакомился, после этого можно уже предложить ему выйти на новый уровень взаимоотношений через мобильное приложение, и тогда уже мобильное приложение можно рассказывать ему о том, какие вы крутые, какой вы классный сервис предоставляете, и он потом своим знакомым будет говорить, что он работает с такой компанией, у них классный сервис, вот такое крутое мобильное приложение, посмотри, и через такие контакты, по теплым контактам будут приходить к вам новые-новые клиенты, поэтому я говорю, что мобильное приложение это совершенно новый уровень работы с клиентом, и он не подластен каждому, Кроме того, веб-разработка, веб-разработки рост Вы должны понимать, что 80% рынка это готовые движки На которых вам, как специалисту, очень сложно заработать Вы заработаете, если вам нравится доход 30-40 тысяч в месяц То, пожалуйста, идите в веб-разработку, в Wordpress Все это легко делается, можно легко зарабатывать Но если вы хотите более серьезных сумм Или вы хотите делать серьезные проекты Ну, скажем так, потому что сайты, проект, ваш личный проект в виде сайта, он не серьезен Ну, просто не серьезно, ты никому уже не удивить Этими сайтами, сайтами так относятся, лишь бы как А вот мобильные приложения, это то, что есть сейчас И то, что очень круто можно зайти Конкуренция с одной стороны есть, а с другой стороны ее нет То есть, сделайте что-то уникальное, уже конкуренции нет Лучшие, более лучшие способы монетизации своего творчества То же самое с сайтами, так уже не получится Поэтому вопрос стоит Вытеснит ли веб-разработка мобильную разработку Я когда слышу такое, мне очень смешно, если честно Пусть не обижается этот человек, который задавал мне этот вопрос Кстати, этот комментарий потом не мог найти Думал прикрепить к видео, так и не нашел Мне очень смешно становится такого комментария Потому что я как человек, который до этого несколько лет работал в веб-разработке И потом перешел в мобильную разработку на Android Писал под Android сначала на Java, потом писал на Kotlin Сейчас плодотворно за 2 месяца изучил iOS-разработку И занимаюсь сейчас совместно Веду своих учеников по Android-разработке Развиваюсь в Android-разработке И более усиленно занялся iOS-разработкой И я как человек, который разрабатывает сейчас в данном случае 2 своих новых проекта У которого были еще несколько проектов Один из которых очень удачно продался на зарубежный рынок И я как человек, который понимает, как работает веб-разработка И как работает мобильная разработка Мне очень смешно это слышать Хотя я понимаю, почему такой вопрос задают Потому что думают, что мобильное приложение Это интерпретация сайта Но уже на смартфоне в виде конкретного мобильного приложения Запомните, никогда не переносите сайт на платформу мобильного приложения Иначе, ну просто потеряйте время Такое мобильное приложение никто не будет покупать Оно никому не нужно Для того, чтобы продать мобильное приложение Нужно показать выгоду использования этого мобильного приложения А дублируя сайт в виде мобильного приложения, вы ни к чему хорошему не придете Итак, вытеснит ли из веб-разработка мобильную разработку? Никогда не вытеснит, потому что это совершенно разные технологии Это совершенно разные предназначения, совершенно разные полюса Работают вообще в совершенно разных направлениях Но даже если бы это было одно и то же, то мобильная разработка как более совершенная Тогда бы вытеснила бы веб-разработку А так, конечно же, веб-разработка никогда не вытеснит мобильную разработку И вы забываете об этом глупом вопросе, об этом глупом доводе Поэтому, если вы готовы вложить энную сумму денег в свое развитие Я в плане имею ввиду, можете прийти ко мне на курс У меня курс очень дешевый Ни у кого нет больше такого предложения на рынке Во-первых, никто не предложит вам такую цену Во-вторых, вам не предложит никто такие условия, как помесячная оплата И у ни у кого не будет такой практической программы, как у меня Поэтому, если вы готовы в символичную сумму Грубо говоря, если вам нужны консультации по 3000 рублей в месяц За 3 месяца освоить мобильную разработку И разрабатывать классные продукты А не быть банальным создателем сайта, которых большинство таких Поэтому приглашаю к себе на курс Все ссылочки для записи на курс у меня есть в описании Ну и главный вердикт Веб-разработка никогда не вытеснит мобильную разработку Потому что мобильная разработка вообще-то про другое Она более классная, более интересная и более масштабная А на этом у меня все В связи был проект Мабу До встречи на следующих наших подкастах Субтитры создавал DimaTorzok